Приветствую вас! Давайте мы с вами сначала попробуем подумать, о чём вообще ваше сообщение. Ваше сообщение, оно по факту о том, что вы находитесь в затяжной ссоре с молодым человеком, который к вам холодно относится, с которым у вас проблемы, явные проблемы, не важно, серьезные проблемы, не важно. Главное, что проблема. Так вот, необходимо, необходимо вам для начала установить четкую причинно-следственную связь между одним и другим. То есть, что это значит? Началось всё, именно началось всё, с того, что вы с мужчиной поссорились. Так. Сейчас затяжная ссора. Я уже не понимаю, как он ко мне относится на самом деле. Значит, нужно разобрать причины ссоры. Нужно разобрать, из-за чего, почему вы повторились. Чтобы понять, как вам действовать дальше. Потому что, согласитесь, что вы делаете? Вы просто с мужчиной пытаетесь как-то вот наладить связь. Вы с мужчиной пытаетесь просто как-то взаимодействовать. Но это на самом деле не имеет никакого смысла, потому что если есть ссора, то есть проблема. Если есть проблема, то именно проблему нужно решать. Без решения проблемы не имеет смысла делать всё, что вы делаете. Это первое. По поводу, значит, затяжной ссоры. Я уже не понимаю, как он ко мне относится на самом деле. А какая разница, как он относится к вам на самом деле? Какая разница, как вы к себе относитесь? Гораздо важнее. Как вы себя воспринимаете? Гораздо важнее. Чего вы хотите? Гораздо важнее. Потому что, когда вы рассуждаете так, чего хочу я и что нужно мне. Ситуация становится более конкретной. А пока что, пока что вы полностью, ну или очень большой, к счастью, Вы зависите от человека, от мужчины, от своего мужчины, который может быть уже даже и не ваш мужчина, с которым вы может быть уже и не пара, вообще. Далее, то ли обида делает его холодным, то ли чувство его на самом деле прошли, но я люблю его и не верю, что смогу полюбить кого-то так же, поэтому не сдаюсь и пытаюсь или с ним помириться, или вернуть его чувства, хотя бы чтобы, значит, сделала все, что могла. Так, значит, то ли обида делает его холодным, то ли чувства у него, как вы говорите, ко мне угасли. Ну, для начала нужно понять, на что он обижается. Я полагаю, это логично. Вам нужно понять, сперва, на что он обижается. Я имею в виду мужчина ваш, на что обижается, потому что, ну, согласитесь, гадать о чувствах человека, да, и при этом, значит, знать, что он на что-то может обидеться, это несколько странно. То есть, человек либо, значит, принимает и прощает вас конкретно по проблеме, то есть, говорить ни о чем вообще не имеет смысла именно говорить о чем-либо, потому что либо вы, еще раз повторю, либо вы разбираете обиду, именно обиду, которую вы ему нанесли, и после этого уже работаете с чувствами, выстраивая с ним отношения заново, да, либо вы вообще принимаете, значит, то, что, ну, вот, человек с вами расстался, то есть, тут нет, не дано другого на самом деле, понимаете, да, дальше идем, вы пишите, я люблю его, а как вы его любите, как проявляется ваша любовь, понимаете, вот у меня сложилось сейчас такое впечатление, да, что вы нуждаешь в этом человеке только потому, да, только потому, что, вот, только из-за того, что вы не верите, что можете полюбить кого-то еще, вы к нему вот так, значит, прикипели, образно говоря. То есть, только потому, что вы не верите, что можете полюбить кого-то, это означает, что не вы его любите, это означает, что вы боитесь, что не имея возможности кого-либо полюбить еще, вы за него цепляетесь, ну, вот, по этой причине, причине. То есть, какая-то вопрос тогда, а любовь ли у вас, если, вот, вы не верите, что можете кого-то полюбить? То есть, есть ваша какая-то собственная мотивация быть этим человеком. Это, знаете, не совсем любовь, это, знаете, потребность, скорее, в данном случае. То есть, только из-за того, что вы не верите в то, что человек, что вы сможете кого-то полюбить, да, только поэтому вы за него цепляетесь. При этом, может быть, даже между вами уже и быть ничего не может. Ну, потому что, до тех пор, мужчина явно не делает шагов вперед, да, мужчина явно, ну, не заинтересован в том, чтобы как-то, значит, быть с вами, вот. Мужчина не заинтересован в том, чтобы с вами устраивать отношения. Здесь у вас есть личная мотивация. Я бы даже сказал, сверх мотивация. И сверх мотивация, это ваша собственная проблема. Это ваш собственный конфликт. Который заключается в отсутствии веры в то, что вы сможете полюбить кого-то так же. Собственно говоря, так же вы полюбить никого не сможете, да. Но вы будете любить по-другому. Люди расходятся, и это нормально. Вопрос в другом. Почему для вас это так страшно? Почему для вас так страшно, что вы никого не полюбите так же, как его? То есть, понимаете, это не аргумент не сдаваться и пытаться с ним помириться или вернуть его чувства, потому что чувства вернуть нельзя. Помириться, да, можно, но нельзя. Или мириться, или возвращать чувства. Нельзя. Так, нет. Чувства не вернуть. А мириться можно, но у меня такое ощущение, что вы не стремитесь его вернуть. Ой, вы стремитесь помириться. То есть, возможно, вы когда-то и пытались именно помириться, но именно вернуть вы хотите его, а не мириться с ним. Потому что мириться это проработка обиды, скорее. То есть, тут кто-то человека обидел. И вы либо демонстрируете человеку, что вы сделали свой выбор, да? Вы демонстрируете человеку, что вы сделали выводы, что вы поняли, там, грубо говоря, свою ошибку, да? Значит, вы поняли то, что делали не так и так далее. И он это принимает, либо нет. А возвращать чувства, ну, знаете, нельзя вернуть чувства. Да, бывает так, что, бывает так, что из-за обиды чувства могут уйти. Это бывает. Но человек либо готов простить, да? Либо у него чувств никогда не было вообще. Либо вы его обидели очень сильно. Ну, то есть, так, что человек вообще простить не может вас. И в итоге, в итоге, нужно вам определить, для чего именно вы хотите с ним помириться. или вернуть его чувства. Еще раз повторю, нельзя делать это только потому, что вы не можете поверить в то, что больше никого так не полюбите. Это эгоизм какой-то получается. Вот. Надеюсь, данный момент вы понимаете. Ну, или постараетесь понять. Дальше. Значит, хотя бы, чтобы значит, сделала все, что могла. Ну, знаете, если вы скажете человеку, что я извинилась перед тобой. И извинитесь, если вы донесете до него один раз. Как следует, что вы сделали выводы? Эм... Что вы сделали выводы и не повторите больше, вот, своих, ну, своего поведения, да? Свои ошибки. Что этого, в принципе, достаточно. То есть, что вы делаете сейчас, пишете ему постоянно, там, напоминаете ему о себе, это унижение вас и обесценивание. Это никак не мотивирует человека на то, чтобы относиться к вам, ну, более лучше, да, более позитивно, более, как-то, ценностно и так далее. Никак. Никаким образом. Абсолютно. И вы делаете это все по той же причине, почему и боитесь, что не полюбите его так же, не полюбите другого мужчину так же, как его. То есть, здесь либо страх одиночества, либо, наоборот, страх близких отношений и подсознательное отталкивание от себя партнера. Либо здесь идеализация. То есть, любовная зависимость. Вот. То есть, я пока не могу сказать, к сожалению, что именно у вас. Но я полагаю, что вот что-то из этого. И, конечно же, заниченная самооценка, не уверены в себе. Ну, вот. Может быть, может быть, может быть, ревность. Ну, может быть, может быть. Это еще предстоит выяснить, потому что, ну, потому что непонятно. Потому что непонятно. Пока. Далее. На данный момент он не хочет меня ни видеть, ни разговаривать, ни как-то обсуждать наши отношения. Ну, и надо оставить его в покое. Дело в том, что я, например, могу ему написать что-то в надежде, что это поможет нам помириться. Но так как в последнее время он часто пишет что-то вроде отстанет или оставит меня в покое, то я ему не пишу, а потом могу несколько дней бояться читать его ответ под разными предлогами. Ну, в принципе, больше я, наверное, ваш текст читать не буду, потому что, в принципе, дальше вы пишете по факту об одном и том. Я думаю, что здесь даже есть синдром навязчивости, как вот мне это видится, здесь есть синдром навязчивых идей. Так вот, задумывались ли вы о том, аноним, чего хотите в этой ситуации? Вот серьезно, вы говорите, постоянно откладываю, но вы постоянно откладываете то, что обречено на, собственно, провал, на поражение. Потому что человек должен сам доказать, вы не докажете ему, понимаете? Вы не сможете доказать человеку, да, что-то. Если он только сам не захочет, ну, для себя, чтобы понять, вы ничего человеку не докажете. Поэтому, вы откладываете, да, потому что, с одной стороны, боитесь отказа, но почему боитесь отказа? Почему боитесь, боитесь читать, читать сообщения? Боитесь быть отвергнутой? Почему? Какие желания здесь имеют место быть? Имеет ли всё то, что, всё то, что вы чувствуете, да, всё то, что вы, ну, вот, переживаете? Имеет ли это всё отношение к любви, то, что вы боитесь быть отвергнутой, то, что вы откладываете? Имеет ли это всё отношение к любви? Любовь, это так. Мужчина сказал отстаньте от него. Мужчина сказал, что не хочет видеть вас пока. Ну и всё, и всё. Что ему так лучше? Это его право. Его право так себя вести сейчас. Дайте ему время, дайте ему свободу, дайте ему возможность, просто возможность, я не знаю, пережить это самому, самому, да, вот. Вот что такое любовь. А то, что делаете вы, это не любовь. Это восприятие мужчины, как средство для достижения именно своих целей, по сути дела. То есть вы воспринимаете человека, как источника реализации своих желаний, как средство для купирования своего страха. Ну вот как вот, как вот, вы говорите, что я не верю, не верю в то, что, значит, полюблю кого-то, да, так же как вот его. И мужчина это чувствует. Самое, что главное. Понимаете, мужчина это чувствует. Он чувствует, что вы его используете, и поэтому пишет вам отстать. Потому что, ну, любящие люди, любящие люди, так не поступают. И потому ваши личностные проблемы, как я описал, да, значит, личностная проблема, это, вот, страх одиночества, неуверенность в себе, заниженная самооценка. Вот, возможно, 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 я, я не знаю, возможно, значит, запрет на близость в отношениях, ну, вот. Это ваши проблемы. И вам, вам с этими проблемами нужно что-то делать. Мужчина здесь ни при чем. Но вы боитесь потому, что его ответ для вас слишком много значит. Поэтому вы и откладываете, потому что вы очень сильно переживаете, ну, вот, по этому поводу. А нужно, чтобы вы не переживали. То есть, да, эта ситуация неприятна, но в конце концов человек ведь действует так, как ему хочется. В конце концов человек действует так, как он чувствует себя счастливее. И вы, как любящий человек, к этому должны стремиться. Понимаете? Поэтому я бы разобрался с вашим чувством любви и, ну, немножечко так вот, знаете, подумал бы над тем, что вообще представляет из себя ваша любовь к молодому человеку. Это помимо обиды и так далее, и так далее, и так далее. Вот. И как только ваша мотивация снизится, да, как только вы будете меньше хотеть, чтобы он вернулся, как только вы разберетесь со своими желаниями, со своими страхами, с излишним значением для себя молодого человека. Да и бояться вы, по сути, перестанете, потому что нечего будет больше бояться. И вам будет легче. И вы не будете так много внимания этому уделять. Вот. 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 Именно это и нужно делать с вашим откладыванием. То есть откладывание, откладывание, по сути дела, это защита. Это защита вас от того, что вы делаете. То есть ваше подсознание блокирует поведение, которого вы пытаетесь придерживаться молодым человеком, потому что оно вам вредит. Вы свое подсознание здесь игнорируете, свою интуицию игнорируете также, потому что, ну, если уж вы боитесь писать, если уж вам неприятно читать ответы, да, если уж вы знаете, что человек вам напишет, то, наверное, лучше не писать. Я так презреваю. Вот. Но дело, дело, конечно, не в этом. Дело, конечно, не в этом. Дело, конечно, в том, что боитесь вы в том числе и из-за сверх мотивации и завышенного значения, значимости, завышенной значимости. Ну, человек для вас. И его реакции, точнее. Даже не только человека, сколько его реакции. Значит, я вам рекомендую сейчас, да, больше доверять именно своей интуиции, больше доверять своему восприятию, больше доверять тому, что вы чувствуете. И как, вот, средство для этого я рекомендую для начала, для начала ознакомиться с практикумом по гистантерапии. Первого, очень хорошая книга именно на то, чтобы развивать в себе чувства, эмоциональный интеллект. То есть, что мне нравится, что мне не нравится, что хорошо, что плохо. Именно для меня. Что вызывает симпатию и что вызывает антипатию. Вот. Там такие довольно, довольно простые упражнения, которые вам помогут. Эээ, книжечка есть в интернете. Обязательно ее, хотя бы начните, эээ, изучать. Хотя бы начните изучать ее. Вот. Эээ, значит. И я рекомендую вам индивидуальную терапию, потому что, ага, если вот вы такими темпами продолжите двигаться, если вы такими темпами продолжите взаимодействовать со своим молодым человеком, то я боюсь, что вы окончательно его от себя отстраните. Вот. Что не является, безусловно, тем, чего вы хотите. Вот. То есть, что это значит? Вам нужно больше времени уделять именно себе, не ему. Да? Больше времени уделять своим желаниям, своим чувствам, своим эмоциям, эээ, своим страхам. То есть, определить границы, где вы, где он. Где вы за себя ответственность несете, где, собственно, он несет ответственность за самого себя. Вот. Ну и вот эти вот ключевые проблемы, которые мне видятся, их тоже нужно обязательно разбирать. Вот. Вот так вот, я думаю, можно ответить вам на ваши вопросы. Я надеюсь, что помог вам. А если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо.